Сегодняшнее наше мероприятие традиционное. Если мне нужно посоветоваться по каким-то вопросам со специалистами, разработчиками тех или иных нормативно-правовых актов, мы проводим такое совещание. Сегодня в повестке широкий спектр вопросов, касающихся развития различных сфер экономики. Первое – совершенствование законодательства о предпринимательской деятельности. Это первый документ, по которому мы должны с вами определиться. Правительство предлагает модернизировать формат функционирования этого сегмента экономики. Еще раз подчеркиваю – предпринимательская деятельность тема. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. Так должно быть в любом нормативном правом акции. Мое главное условие – это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности. Бизнес должен иметь понятные правила для старта и роста государства, добросовестного плательщика налогов и партнера в реализации программ развития, то, что у нас здесь конь не валялся, что называется, это невооруженным глазом видно. Это не нормально. Мы пытаемся как-то бороться с этим. Но, как видите, получается то, что получается. Я, Роман Александрович Низра, вместе с вами, Качанова, тут высшие должностные лица, эту фразу бросил. Вы имеете привычку забывать или пропускать мимо ушей, когда я о чем-то говорю. К примеру тому, я в Гродно поднял вопрос, что у нас гибнет лес. А в начале этого года получить для строительства жилья столярку, там окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола и так далее. Но это катастрофа. Это такие заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. Об этом сказал и в правительстве, не месяц прошел. Вот тишина. Не надо рассказывать. Уже должны были на столе лежать не просто предложения, а губернаторы начинали действовать. Начиная с сельского хозяйства. Все паримся, нет там вот специалистов, закрепить нельзя. Но возьмите этот лес, который мы не вовремя вырубаем. Он же завтра пропадет. Он же не будет вечно стоять. Давайте начнем с того, что специалистам в деревне, которая небогатая, построим дома. У нас же есть линии целые. Приедут и поставят на фундамент. Давайте многодетным там, ну кому надо, вычленим и сделаем так, чтобы бесплатно, получив эту древесину или же за полцены, не перепродавали потом. Ну, к примеру, я просто провожу пример, когда идея подается президентам, и ее надо быстро реализовывать, тишина по прозрашенности и контролю предпринимательской деятельности. Еще раз повторяю. Не знаю, то ли у Головченко, но, скорее всего, у Снобкова идея. Да ну что вы, административное давление на бизнес и прочее. Никто ни на кого не давит. Проверяют уплату налогов. И будем проверять. Эволюционным путем необходимо создавать предпринимательскую среду, которая будет отвечать запросам нашего общества. Особое внимание прошу обратить на работу и индивидуальных предпринимателей. Нужно создать предпринимателям стимул к трансформации в юридическое лицо. Это факт. Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями от военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Что это за индивидуальное предпринимательство? Этим любой человек может заниматься. Хочешь быть индивидуальным предпринимателем, иди плети корзины. В соломке какие-то шляпы, дело и прочее. Такие вещи, которые могут сделать уникальные люди. Художники, скульпторы и так далее. Когда он сидит и своей головой, и своими руками чего-то делает. Не жалко такому человеку и льготы предоставить. Мне нужна четко выстроенная система. Правоформ организации бизнеса и справедливого налогообложения. Следующий вопрос. Агро-эко-туризм. Когда-то я согласился с тем и дал старт этому прекрасному процессу. Чтобы люди на селе, живущие в уголках прекрасной природы нашей Беларуси, смогли показать этот дар Божий людям. Тем более, что это иностранцы приезжают. Чтобы им предоставить льготы, чтобы они могли заработать, чтобы дать толчок к развитию этим хуторам, медвежьим уголкам и прочее. Сфера значимая в плане модернизации и развития современной инфраструктуры на селе. Создание рабочих мест, сохранение и приумножение наших национальных культурных традиций. Воспитание бережного отношения к природе. Мне докладывают, что отдельные нормы указа, которые сегодня регулируют сферу агро-эко-туризма, 17-й год, выполняются формально. В качестве примеров конкретные приводятся факты. Нежитый случай, когда под видом агроусадеб на системной основе процветают гостиничные и ресторанные бизнесы. Особенно вблизи крупных городов. Здесь гостиничный бизнес в городе, он виден прозрачно, они платят соответствующие налоги гостиницы, в том числе и рестораны. Здесь рядом с городом, в прекрасных местах под видом агро-эко-туризма, построили гостиницы, ради бога, я не против. Но платите налоги, как все гостиничные комплексы. Построили рестораны, шикарные на природе, тоже не против. И кафе, и рестораны пусть будет. Но платите налоги, как весь ресторанный бизнес. Нет, они же льготы имеют и оформили себя, как агро-эко-туризм. И все нормально. Прошу доложить, что планируется для упорядоченной деятельности недобросовестных владельцев агроусадеб, которые превратили их исключительно в гостиничные комплексы. Ну, что к ним предъявлять претензии? Мы сами в этом виноваты. Мы должны были заметить этот процесс в корне, в самом начале. И как вот наши предложения отрезаются на усадьбах, расположенных вдали от больших городов. Те, которые, как я говорю, в медвежьих углах. Они пережили непростые коронавирусные времена, работают честно и продолжают кропотливо год за годом развивать свой потенциал. Еще раз подчеркиваю, одно дело возле крупных городов, на бойких местах, под видом агро-эко-усадьб организовали гостиницы и рестораны. А другое дело эти же агро-усадьбы, которые созданы в медвежьих углах. Как в Одессе говорили, две большие разницы. И что крайне важно, как предлагаемые изменения будут стимулировать развитие региональной инициативы и конкретных территорий. Третий пункт повестки – проект указа о создании полноценного института по финансовому консультированию населения. Как мне докладывают, назрела необходимость основательно заняться разного рода консультантами. Совершенно безнаказанно недобросовестные брокеры, в народе их уже прозвали черными или серыми, наживаются на пожилых людях и даже на вполне прогрессивной молодежи. Это тезис откуда? Из правительства или из Национального банка? Вот я сейчас зачитал. Из правительства. Не из правительства, да? Это Национальный банк мотивирует создание вот этих консультантов, так? Так. Ну понятно. Я не против. Молодцы, верно. Но нам же что предлагается? Я так навскидку еще ничего не отрицаю. Это создать некие конторы, где банкиры будут консультировать наших людей, куда пойти в банк, какие кредиты взять и так далее. Кто в эти конторы пойдет консультироваться? Кто? Герасимов? Нет. Молодежь? Нет. Просвещенные люди? Нет. Журналисты? Нет. Они потекают телефон, там все изложено. Кто туда пойдет? Христиане пойдут, пенсионеры пойдут. Их будут консультировать. Если мы создадим конторы, так? Так. Не бесплатно будут консультировать? За деньги? Так? Так где же справедливость в нашем обществе? Мы же государство для народа строим. Мы же в советские времена и до сих пор по некоторым вопросам делали это бесплатно. Банки в этом заинтересованы, чтобы выдать кредиты. Так же? Нет. Надо банкирам дать еще один путь обдираловки народа. У нас банкиры бедные. Они должны консультировать народ за 2,5 тысячи. Вот что меня насторожило. Поэтому я этот документ отложил и вынес его на обсуждение. Я еще раз за то, чтобы консультировали. Но зачем с людей брать деньги за это? Ну не бедные же те люди, которые будут консультировать. Кому мы хотим тут дать работу и зарабатывать на нас, на наших людях? Один из примеров. Пенсионеры из Бреста планировали взять кредит и построить дачный домик. Обратились к посреднику, который их убедил, что без консультанта банк денег не даст. Вот к чему это приведет. Контору построят и банк пошлет консультанту, чтобы заработать деньги, а потом возможно эти деньги поделить. Мы же уже это знаем из системы здравоохранения. Ему вместо костыля надо всунуть какой-то сустав. Говорят, ты иди у того, враж посылай. В результате 30 человек сели в тюрьму. Ну ладно, это же враж. И при том уникальные люди. Но тут-то зачем? Обратились к посреднику, который их убедил, что без консультанта банк денег не даст. Но за так называемую помощь надо заплатить тысячу рублей. Пришли в банк. Там, пожалуйста, берите. И без всяких посредников. Там посредники не надо. Так это жилье стало вымогать деньги за услугу, которой по сути не было. Напугали пенсионеру так, что те даже полученный кредит обратно в банк отнесли, отдали и связываться не захотели. И милиция помочь не может. Все ведь по договору. То есть берут с людей деньги и немалое за то, что распечатали информацию из интернета, которая и без них доступна каждому, как я только что сказал. Затем подсовывают кабальный договор за свои псевдоуслуги. Самое возмутительное, что набивая свой карман, они не несут никакой ответственности и не дают гарантии, что подобный ими банковский продукт действительно будет доступен для того, кто к ним обратился. Случаются ситуации, когда человек, заплатив немалую сумму за такую консультацию, идет банк уверенный, что сейчас получит кредит. А ему отказывают, потому что там свои процедуры, требования, в результате он остается без денег, на которые расширил, да еще с убытком. Бардак. Поэтому давайте конторы создавать. Создавайте. Но бесплатно. Поэтому я прошу доложить подробно, как предлагается регулировать эту сферу, которую мы хотим создать, да? Она по факту есть уже. Ее надо просто ввести в те рамки, о которых вы говорите, чтобы они не обдирали людей. И если брали, то по минимуму. А может быть, это, как вы говорите, на безвозмездной основе. Понятно. Поэтому хотел бы знать, какие гарантии получает человек, обращаясь к этим консультантам финансовым. Но главное, если они есть, их нужно заставить работать бесплатно. Но и по всему ли финансовому спектру будут консультации получать люди, кто будет контролировать их деятельность. И самое главное, не станут ли банки и прочие конторы брать деньги за то, за что они сейчас не берут. Следующий вопрос. Радиоактивные отходы. Мы фактически с нуля создали в стране новую отрасль с белорусской атомной станции. Не сегодня, а завтра нам потребуется утилизировать ядерные отходы. Продукт крайне опасный, но очень ценный. Поэтому я ставил задачу выстроить в Беларуси надежную систему обращения с такого рода отходами, создать соответствующую инфраструктуру. Вопрос обсуждали в прошлом году. Решили, что этим займется некий национальный оператор. Он возьмет на себя заботу по сооружению объектов обращения с радиоактивными отходами и будет полноценно управлять процессом. Здесь мы следуем, во-первых, установленным, как вы говорите, мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность здоровья белорусской нации и наших соседей, как вы прописываете. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья наших белорусов. Главное мое требование – никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, гедомств под грифом оператора. Надо определиться, что будем делать с этими отходами, что это за отходы и что с этих отходов можно сделать. Надо ли их вообще хранить, если мы живем в союзном государстве. Может, их сразу загрузить и в Россию отправить, к примеру. Я не специалист в этом плане. Или, может быть, его подержать у себя пока. Это ресурс. Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации в нашей территории не появится. Это главное.